Интересные вопросы. И даже удивляешься, как у людей возникают такие даже вопросы. Ну, насчёт отца и его ребёнка. Во-первых, есть хорошее выражение народное. Яблоко от яблони далеко не падает. А мы говорим так. Яблоко от яблони падает в аккурат, папа с мамой по водочке, а дети – денатурат. То есть наши дети берут абсолютно копию пример и, естественно, всё это повторяется. И самое удивительное, что наши дети вот в этом возрасте где-то до 5-6 лет каждый день осознают порядка 300 понятий – слово, действие и так далее. И они весьма-весьма любопытны. И фактически до 6-5 лет человек состоится уже на 80%. Вот вам дам задание за день выучить 300 английских слов. Вряд ли вы освоите. Поэтому уже мозг начинает уставать. А дети в это время, они почемучки и лезут туда-сюда и прочее. Тем более, что родитель чем-то занимается, ребёнок тянется к родителю, и этот глупец папа, алкоголик пивной, все свои привычки передаёт этому сыну. И сын пойдёт дальше. Вот это одно. У меня было в спортивной жизни такой случай. Молодой хлопец учился в Могилёвском машиностроительном техникуме. Ну и мы вроде бы тоже уже пивком побаловаться. Подошёл ко мне тренер, даже не мой тренер, а там, ну и с техником, преподаватель. Говорит, Валентин, можно тебя на минутку? Я хочу поговорить с тобой как мужчина с мужчиной и как спортсмен со спортсменом. Да, в нашей жизни может быть там алкоголь и прочее, мало ли что. Но помни. Ну, употребил ты водку, пробежал кросс, пробежал, сходил в баню, как-то вышло это побыстрее. А вот это пиво, оно будет в тебя мучать дольше, мышцы рыхлые. И он сказал такое выражение, от пива даже струя криво. И вот это выражение, от пива даже струя криво, ну, оно меня всегда тормозило, и я, были в моей жизни употребления, да, до 39 лет, никогда ни гладка пива не сделал. Ну, а когда я выступаю перед молодёжью, я говорю, хочешь стать дебилом, повторяю, отравить немножко пьём, понимаешь, прежде всего на мозги. Второй вопрос, там, про спортсменов, да. Ну, это тоже глупость величайшая, потому что алкоголь, ну, вот берём даже великих спортсменов. Владимир Куц, дважды олимпийский чемпион, по, на 5 тысяч метров в Мельбурне, и это ещё в 50-е годы, и на 10 тысяч метров. Ну, и как он закончил? В 40 там с небольшим, ожирел, приехал на сборы, там наклюкался, и ночью умер. Умер. Понимаете? Дальше, берём нашего тренера по футболу, Ивана Щёкина, который Минское Динамо тренировал. Да, он тренировал шахтёр, приехали в наши знаменитые стайки, наклюкались в бане, в парилке, он решил освежиться, разбежался, прыгнул в бассейн, а там воды нету. И погиб спортсмен. Дальше смотрим, футбол. Приехала наша молодёжка белорусская в Молдавию, они там наклюкались во главе с тренером, и вся команда вышла на поле пьяное. Потом они, когда уезжали, они там два плана магазина сделали, увозя с собой коньяки, там и прочее, эту отраву молдавскую. Вот их уровень. Смотрим Россию. Рубин. Рубин. Это впервые Москва допустила, чтобы периферийная какая-то команда стала чемпионом. Россия раз, но они в недоумении. А на второй год снова чемпионы России, а на третий год уже они стали призёрами. Третье место. Вот трезвая, здоровая, как говорится, мусульманская команда. Поэтому разговоры о том, что спортсмены и прочее, это категорически, ну, просто вот ведётся программирование людей и убеждение в том, что это норма, что это нужно и так далее. А у меня тоже, я выступаю перед молодёжью, говорю хором, ребята, с вечера алкоголя пару раз, утром мозги в унитаз. Прежде всего от алкоголя гибнут мозги, а затем всё тело. И нет ни одного органа, чтобы он не разлыгался. Да, медицина там помогает, травмы там, прочее, наркология работает. Средства, которые выделяются на Минздрав, на Минздрав, более 60% уходит на последствия лечения, избавления именно от алкоголя. И если бы, если бы у нас люди были трезвые, то на 90% в медицине бы нечего было делать. Привожу пример. Мой воспитанник, Виктор Павлюченко, он, у него автомобильное дело, там, бизнес и так далее. Ну, случилась какая-то травма. Попал он в травматологию, говорит, в палате нас было 14 человек. Я только один по трезвости был травмирован. Остальные все от пьянства и так далее и тому подобное. Понимаете? Поэтому эта проблема очень такая завуалированная. И надо слушать, надо слушать моего, к сожалению, покойного уже Фёдора Григорьевича Углова, который говорил так. Тот, кто хвалит алкоголь, вот, 104 года прожил трезво, здраво, работал во время этой блокады Ленинграда. Тот, кто хвалит алкоголь, люди двух категорий. Первое, дурак, не разобрался и употребляет эту отраву, понимаете? Второе, изощренный враг. Его купили, его наняли, ему проплачивают. Например, на Мосфильме, на Мосфильме за каждый сюжет, снятый по алкоголю, по алкоголю, они получают приличную сумму от алкогольно-табачной мафии. И за табачные сюжеты, и за пьяные сюжеты. И вы посмотрите, наша милиция там пьянствует, солдаты там пьянствуют, сваты, это вообще сплошное сплошное застолье. И это же все действует на людей, все действует, и у людей появляются программы. И основные причины, которые люди употребляют, это прежде всего самая главная причина. Люди программируются. Люди программируются на хорошие дела, но люди программируются и на плохие дела. И об этом наш белорусский ученый работы в институте Мини Бехтерева в Ленинграде четко сказал, как люди программируются при помощи искусства, прессы, примеров родителей, и у них вырабатывается привычка. А затем общая доступность. В Швеции и в Норвегии один магазин на 32, на 35 тысяч человек. У нас один в Беларуси магазин на 120, на 150 человек алкоголя. Притом были какие-то там запреты по употреблению ночью и так далее. Их отменили, хотя все показатели сразу МВД доказывало, что это все-таки преступность сокращается. Поэтому разлагается при помощи алкоголя сам человек, разлагается общность и государство целое в целом. Поэтому только путь у человечества это быть трезвым, здоровым. Выступая перед аудиториями, я всегда говорю, вот человек состоит из двух слов. Чело и век. Его назвали предмет, он должен этому соответствовать. и поэтому говорю, совершает жизненный полет на двух крыльях. Первое это крыло образования, воспитания и постоянное самосовершенствование, потому что надо по жизни идти вперед. А второе крыло трезвый, здоровый образ жизни. И вот берем этот всюду агитируемый, вернее прославляемый артистический мир. Две фигуры. Высоцкий каким крылом не работал? Ясное дело, в 40 с небольшим. Ну и как он погиб? Сейчас вот в интернете прошел материал этого участкового милиционера, и он четко сказал, была грандиозная пьянка, он там что-то разбушевался, друзья его завернули в ковер, вынесли на балкон, и он там задохнулся. А они в это время продолжали пьянцевать. Берем другого артиста, Владимир Зельдин, всю жизнь трезвый, не курящий, в 100 лет прыгал по сцене прекрасно, в 102 ушел в мир иной. Вот, пожалуйста, я говорю, любого человека надо рассматривать вот из этого образа жизни. Берем мою жизнь. вот нас трое ребят, выпускники Могилевского машиностроительного техника, пришли на Минский подшипниковый завод. Какова их судьба? Алекс Заболоцкий, постоянная сигарета во рту, в итоге онкология. Володя Топцов, высокую партийную должность занимал, естественно, фуршеты, банкеты и прочее. Да, я ему уже кое-что говорил, уже разбирался в этом вопросе. Ну, что ты, у меня лечь комиссию, в итоге еле-еле за 60 перевалил. Толкачев разобрался при помощи Федора Григорьевича Углова, жив, здоров и стал, кстати, чемпионом республики по зимнему плаванию на Комсомольском озере. В прошлом году. Да, в прошлом году. И 60 лет назад, в этом, в 57-м году, было спартакиада профсоюзов. И мы, я выступал за Могилевскую область из-за фондов Бобруйский. И мы стали чемпионами республики и по области, и по коллективу физкультуры. И вдруг, через 60 лет, я на том же Комсомольском озере, только зимой, опять добиваюсь такого успеха. Поэтому, надо любому человеку задумываться. И когда вот ко мне приходят на занятия, я спрашиваю, зачем ты пришел, что ты хочешь? Я хочу там избавиться. Я говорю, ерунда, это все избавиться. Ты мне скажи, кто ты, куда идешь, зачем и твоя мечта. Вот если есть у тебя грандиозная мечта, и ты хочешь ее добиться и прочее, конечно, тебе это мешает, и ты спокойно от этого избавишься. И вот наш ученый Геннадий Андреевич Шичко прекрасный оставил метод, он так и называется, метод Шичко. И это никакая не болезнь, это условный рефлекс, который вырабатывается при жизни, при жизни. И те ребята, которые прошли вот наши курсы, они, посмотрите, здоровые и счастливые. У них прекрасные семьи, прекрасные дети, и судьба их совсем отличаются от этого алкоголика пивного, которого калечит уже своего ребенка. А потом он будет пожинать плоды от этого ребенка, который совершит преступление, совершит убийство и так далее. Потому что в той же этих странах Скандинавии медицина трезвая, учителя трезвые, министры трезвые, и естественно больницы пустые, тюрьмы тоже пустые. Вот нам надо идти только по этому пути. Ну а пока у нас символ такой, чарка, шкварка, понимаете, таким вот образом. А у Беларуси это величайшая проблема. И эта проблема должна решаться и сверху, и, конечно, снизу. Народ должен быть просвещен, ну и правительство тоже в этом плане. Поэтому мы так и говорим, правительство прекрати наливать, народ прекращай употреблять. Будь здоровым, счастливым и успешным. Теперь насчет травки, марихуаны и так далее. Вот я член Международной Академии Трезвости, которая вот собиралась в Севастополе, а теперь в Сочи собиралась, так, собирается. И наш президент, доктор педагогических наук, Майоров, приводил такой пример, что в Соединенных Штатах был опрос. Опросили 10 тысяч наркоманов. 10 тысяч наркоманов. С чего вы начинали? С чего вы начинали? С чего вы начинали? И только двое, сказала с марихуаны, остальные все начинали с джентоника, с пива, шампанского, сигарет и так далее. То есть наркотик, наркотик имеет такое свойство, что вы, к примеру, употребили, человек употребил 100 граммов, он пришел в какой-то там кайф определенный, а потом он через месяц-два тело его, уже организм привык к той-то дозе, он этого кайфа не имеет. Значит, надо больше, повысить. И таким вот образом. И да, и в природе тоже есть какие-то растения, которые слегка там возбуждают и прочее, но все это иллюзия, иллюзия фантазии и прочее. Да, под кайфом можно написать шлягер, целуй меня везде, я взрослая, как говорится, но под кайфом не напишешь роман «Война и мир» и симфонию Бетховена не напишешь, понимаете? Поэтому это еще раз говорит о том, что каждый человек осознает вот свою ненормальность, но он ищет вот эти оправдания, чтобы оправдать, как Лев Толстой говорит, почему люди употребляют, травятся алкоголем, потому что они совесть заливают вот этим наркотиком. они преступники, они там проститутки, они там то-другое, и надо все-таки как-то это нейтрализовать. А если ты честный, светлый, добропорядочный человек, тебе это абсолютно не надо, понимаете? И мы своим объединением трезвенность-оптималист учим людей прежде всего грамотно себя вести, осознавать и ценить свой организм, а затем давать людям пример и создаем вот эту среду. У нас программа природная, физкультурная, оздоровительная, походы выходного дня, слеты, бани, зимнее купание, обливание. Вот это очень-очень оздоравливает людей и помогает им в этом плане жить, развиваться и решать свою судьбу. Ну, а вот я придумал такой хороший аттракцион, вот это обливание. Вот, кстати, сам стою, вот моя жена, вот, дети тоже обливаются, с внуком все в порядке, он судья республиканской категории по теннису, кубок Дэвиса даже судит. И вот с этим аттракционным мы бываем и на праздниках МВД, и города, и даже на президентской лыжне. И был случай, когда Александр Викторович подошел проверял, холодная ли его оптималистов вода. Говорит, вот их надо снимать, а не нас снимать. Вот, полюбите воду. Я написал две самых ярких книги научные, это прежде всего как избавиться от вредных привычек, тут уроки трезвости, берите, как говорится, и по методу Шичко-Толкачева действуйте. А вторая книга это «Радуга здоровья», это моя диссертация, это именно как быть в этой жизни здоровым. То есть тут надо соблюдать, первое, поставить цель, потом отрабатывать технологию, стратегии, тактика, как военные говорят, контролировать и вносить корректировку в эту свою систему. А стратегии, тактика для оздоровления следующая схема, 7 пунктов, цифра 7 классическая просто, это мы цель сохраняем, дальше чистим башку, очистим кишку, то есть очищаем сознание и организм, затем абсолютная трезвость, гармония семейной жизни, энергетическое питание, физкультура и закаливание. И все это пропустить через подсознание, потому что подсознание это чудо, которое сотворила природа и мозг. И этот мозг отравлять, кстати, о спортсменах, я не знаю ни одного выдающегося спортсмена, чтобы он больше сотни лет прожил. Это, во-первых, сильнейшая нагрузка, сильнейшее, как говорится, испытание для физическое, и надо беречь себя. Вот я знаю, был такой, вернее, Лорионов, такой хоккеист, он в ЛХЛ, он очень долго там играл по возрасту, но он каждую игру играл на голоде. Я, например, иду кольцевую раз в году тоже на голоде, чтобы потом у меня мышцы абсолютно не болели. Но можно и других много советов на рекомендации. Если кто желает, пишите мне, пожалуйста, я по е-мейлу по почте пришлю и одну книгу, и вторую. Кстати, вот эту перевели уже в Литве на литовский язык, и там тоже задумываются о том, как готовить педагогов. Поэтому всем желаю по жизни исполнения своих светлых, как говорится, планов, целей, и трезвый мозг это основа, это фундамент, и если вы слабый фундамент сделаете, то здание разрушится в вашей жизни. Поэтому жизни яркой, светлой, полезной, и, конечно, трезвость в этом помощник номер один. Спасибо за субтитры Алексею!